Штурмовой гравелёт Кондор торгового протектората. На малых и средних дистанциях Кондор не оставляет ни единого шанса противнику. Давайте-ка проверим, так ли страшен чёрт, как его молюет. Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов. И как вы уже догадались, речь сегодня пойдёт оба его единицы торгового протектората. Содержимое набора стандартное, немного макулатуры, упрощённые правила, руководство по покраске моделей, схема сборки фигурки и гравелёта, информация от производителя и техлист, ну или армлист. А также два литника с деталями для Кондора, литник с пилотом, 8 снарядов на литнике, пара пусковых установок и кубик. Ну и по традиции я сейчас быстренько всё соберу и потом начнём обзор. В принципе, модель уже готова, так что давайте переходить к осмотру. А начнём мы, пожалуй, с пилота. Он стандартный и имеет весьма неплохую детализацию, как я уже говорил и не раз, и крайне скромную подвижность. Кстати, хотел напомнить вам, что перевыпущенный робогир сейчас можно купить по предзаказу на сайте www.empire-fan.ru. Ссылку для вас оставлю в описании. Вот и настало время штурмового гравелёта Кондор. И сразу о нескольких минусах. Во-первых, мне не удалось собрать модель без клея. Одна из пусковых установок постоянно выпадала, пока я её не приклеил. А во-вторых, держатель у подставки. Он не мог удержать летательный аппарат. Однако после нехитрых махинаций со скотчем модель можно зафиксировать в любом положении. Теперь пару слов о функционале. Открывается кабина. Также подвижна спаренная пусковая установка. И, конечно же, эта самая установка обладает реальной стрельбой. Ну и с подвижностью всё. А вот о дизайне и проработке деталей хотелось бы поговорить побольше. Я понимаю, что кабина у него от Тирекса. И это, кстати, скорее плюс, нежели минус. Ибо выглядит она очень достойно. Однако, если взглянуть на крылья, станет ясно, что на кабине практически нет деталей. Так как в этой части гравелёта просто куча деталей. Одни турбины чего только стоят. Крылья также имеют весьма приятную детализацию. Причём как сверху, так и снизу. Что опять же идёт только на пользу этой модели. В целом, летательный аппарат торгового протектората, как мне кажется, получился зачётным. Даже несмотря на некоторые косяки. Здесь, пожалуй, можно и закончить. Благодарю вас за внимание. Не забывайте про лайки. Заглядывайте к нам в паблик во Вконтакте. Подписывайтесь на канал. Все ссылки есть в описании. И пишите ваши комментарии. Ещё раз спасибо за просмотр. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока. Благодарю вас за просмотр.